Компания Spacebit Добрый вечер Меня зовут Павел, я основатель компании Spacebit Вы много говорили о разных технологиях Но я думаю, что все-таки кто-то из вас в детстве все-таки хотел стать космонавтом А вот если бы вы сейчас могли полететь в космос Это было бы так же безопасно, как путешествие на самолете Кто бы из вас полетел? Поднимите руку Процентов 50 точно готовы лететь Я не спрашиваю, кто бы согласился полететь на Марс в одну сторону Но есть и такие люди, обычно поднимают руки, их не так много Но вот есть, но разговор будет о другом Колонизация Луны еще, наверное, 50 лет казалась чем-то таким невозможным, нереальным 50 лет назад, ровно 50 лет назад Последняя миссия Аполлон прелунилась и покинула Луну навсегда После этого только китайские луноходы летали на Луну Но сейчас происходит то, что никто не видит, большинство людей не видит Происходит Second Moon Race То есть снова компании технологические летят на Луну Гонка вооружений уже в другой форме Частные компании стремятся достичь поверхности Луны NASA создала специальную программу, называется NASA Clips Эта программа рассчитана на такие компании, как мы, как Spacebit Которые летят на Луну И которые получают финансирование от космических агентств Для того, чтобы доставить полезную нагрузку на поверхность Луны Если раньше миссия Аполлон стоила порядка 350 миллиардов долларов Сейчас это делается за несколько миллиардов Если раньше доставить на Луну луноход стоило порядка 10 миллиардов То мы это делаем меньше, чем за 10 миллионов В чем же бизнес-модель? Почему космос интересен таким людям, как Илон Маск, Безос? Самые богатые люди Земли инвестируют в космос В чем фишка? Дело в том, что это то, куда наша реализация будет развиваться Начиная с редных производств, заканчивая какими-то полезными ископаниями, которые можно найти на Луне А почему Луна? Если мы возьмем астероиды, есть такие астероиды, которые на данный момент стоят больше, чем вся экономика нашей планеты Это очень интересно И поэтому самые богатые люди мира пытаются развивать космические технологии Теперь о нашей компании Мы летим на Луну на двух миссиях Первая миссия в этом году Обе миссии как часть программы NASA Clips Мы летим вместе с американскими компаниями Первая мы летим вместе с Астроботикой Вторая с Интуитив Машинс в следующем году Как я сказал, что стоимость этих двух миссий меньше 10 миллионов, что достаточно мало В разы меньше, чем миссии другие Но все-таки это дорого летит на Луну Один миллион груза доставки на Луну стоит миллион двести тысяч долларов Именно поэтому наш луноход находится прямо здесь Это луноход, который весит около двух килограмм Самый маленький луноход до этого был порядка 150 килограмм, китайский луноход Технологии настолько развились, что сейчас мы можем говорить, что Не только компьютеры стали в нашем кармане, в отдельных телефоне Ну и луноходы могут поместиться вот в таком боксе Чем же интересна лунная экономика? Сколько? Меня просили говорить о цифрах На самом деле к 30-му году мы планируем, что где-то будет она равна 1,5-2 триллиона долларов То есть для частных компаний исключительно Что же будет в 31-м году с точки зрения космоса? Во-первых, вернемся на Луну Американцы лидируют эту программу На Луну вернемся, но вернутся на Луну женщины То есть следующим человеком, который ступит на Луну, это будет женщина Так решили, если раньше была программа Аполло, то сейчас программа Артемида Сестра Аполлона Поэтому в 30-й год женщина на Луне, представьте И даже маленькая база начинает уже строить с Луну Несколько людей начинает жить Роль частных компаний это доставка грузов Миллион и больше миллиона за один килограмм Раз Два это роботы Третий это данные Поезд полезных ископаемых на Луне Становится одной из самых неперспективных задач А теперь мы посмотрим на наш луноход И мы видим, что нету колес А почему? Дело в том, что на самом деле наша миссия интересна по нескольким направлениям Первое, это если мы успеем, мы зависим от нескольких запусков Мы летим, первый запуск это SpaceX Второй запуск это ракета ULA United Launch Alliance Вулкан, новая ракета Соответственно, запуск может задержаться на определенное количество времени На пару месяцев Но мы планируем, что мы станем первой в мире частной компанией С частным луноходом на поверхности Луны На данный момент только несколько государств нечастных компаний Успешно были на Луне Это Китай, это США и Советский Союз Вот мы станем в их ряду только частной компанией В принципе, летят и другие луноходы Они летят чуть позже нас Летит японский луноход И планируют лететь израильский чуть позже У них была попытка неудачная Они полетят вновь Почему луноход без колес? Потому что на Луне очень много камней Очень сложно передвигаться И мы будем использовать ноги То есть это будет маленький шаг для робота Но большой шаг для развития человечества Как в свое время Армстрон заступил на Луну Сейчас робот тоже сделает свой первый маленький шаг Интересно, а вот почему компании, такие как мы, этим занимаются? Во-первых, очень интересно Лично я был раньше в платежах Первая платежная система в Украине Лицензированная в Анексе Я был один из основателей Потом, когда мы эту компанию продали Я решил заняться космосом Я живу в Великобритании Компания английская Мы стараемся сотрудничать с Украиной И на самом деле очень интересно то, что экономика для частных компаний есть NASA не хочет сами ничего Нам нужно отправлять Почему? Большие риски и дорого Мы это делаем минимум сто А может быть и в тысячу раз дешевле Чем это бы стоило NASA Если бы это не делали сами Поэтому этот луноход отправится на Луну уже меньше, чем через год Какая же экономика для нас? Что мы себе представляем как компания? Сейчас наша оценка 50-100 миллионов долларов О том, что нам предлагают Мы пока отказываемся принимать внешние инвестиции Если мы успешны на Луну Мы надеемся, что мы будем стоить минимум полумиллиарда Это исходя из того, что японская компания Которая тоже летит на Луну, как мы Они выходят на IPO по SPAC Системе уже с оценкой приближающейся к миллиарду То есть мы так скромно считаем, что мы будем стоить половину японской компании Поэтому такие люди, как Bezos, Elon Musk Тоже туда стремятся с ракетами Большое спасибо Кто купил VIP-билеты Они могут сфотографироваться, подойти Кто не купил, простите Но я думаю, что у нас еще будут возможности Сонноргироваться с этим роботом И посмотреть, как он ходит в будущем И еще раз большое спасибо Большое спасибо Форбсу То, что я здесь выступаю Павел, подождите Две секунды и проходите Друзья, мы сделали так, что последнее выступление Это выступление людей вообще из другого мира Из другой эпохи Вот кто, например, верит в то, что Павел построит миллиардную компанию В течение ближайших пяти лет Давайте вот просто А можно для моих инвесторов сфотографироваться? Напротив моей фамилии написано «выздоржался» Потому что я... Хорошо, Павел То есть он уже бегает Его можно посмотреть в движении То есть все... Да, даже есть онлайн Вот, можно на наш Facebook зайти, лайкнуть И там можно посмотреть, как он ходит Инстаграм Вот Спасибо На самом деле, вот такой сюрприз Для меня сюрприз Для всех сюрприз Но все очень серьезно Мы должны колонизовать Луну Поскольку это сделают женщины То, в общем, сомнений и успехов нет никакого Спасибо, Павел Спасибо У меня приятная В четверне приятная миссия Поблагодарить четырех генералов